Всем привет! Меня зовут Саша Бомель. Привет, Миша. Я работаю в Яндексе, руковожу разработкой Яндекс.ГПТ, и мы стараемся делать лучшие текстовые модели генеративные на русском. В целом, вся эта область текстовых генеративных моделей в последнее время довольно приобрела много внимания, много хайпа, но не просто так, а на самом деле потому, что действительно совершила качественный скачок. И сегодня мы с моим коллегой Михаилом Хрущевым вам об этом расскажем. Должен заметить, что нам с Мишей повезло пронаблюдать за всем происходящим прямо с первых рядов на работе за последние годы. Миш, как тебе в целом то, что происходит в области, как развивается? Ну, на самом деле, фантастика. Я очень рад оказаться действительно в первых рядах, прикоснуться в этом плане к краю науки. В последние три года языковые модели, они произвели качественный скачок. Если три года назад, когда мы говорили про искусственный интеллект, мы говорили, знаете, про слабый искусственный интеллект, про всякие там классификаторы, какие-то там грушечные модельки, которые там с кем-то, о чем-то могли поболтать совсем немножко. То сейчас искусственный интеллект вышел уже не на уровень сильного искусственного интеллекта, он не может решать все задачи, которые там решает человек, но при этом, и не слабый, я бы сказал, что его можно назвать средним таким искусственным интеллектом, который способен помогать человеку в качестве ассистента решать какие-то его задачи. Но, к счастью, пока не заменять никого, но уже существенно ускорять работу в большом количестве различных подрослений. Спасибо большое, Миша. Я очень рад, что ты так воодушевлен и надеюсь, что с тем же воодушевлением сегодня погрузишь наших слушателей и зрителей в историю того, что было и чего ждать дальше. Поехали. Хорошо. Давайте начнем. Всем привет еще раз. Меня зовут Михаил. Я руковожу разработкой притрейной Яндекс.Джепити. Мы обучаем гигантские языковые модельки, которые в итоге потом используют, ну, на самом деле, весь Яндекс уже внутри своих проектов. Вот. И я хочу рассказать про то, что вообще сейчас происходит с NLP, о том, что было, что грядет и как пользоваться тем, что есть сейчас. О чем я буду рассказывать? Ну, для начала мы вообще поймем, что такое языковые модели. Затем я расскажу немного о нас, немного истории, о том вообще, что происходило в языковых моделях в последнее время. Расскажу, как обучать языковые модели и как вы можете решать ваши задачи при помощи языковых моделей. Ну, и также поговорим немножко о том, а что же нас ждет в будущем и какие челленджи перед языковыми моделями встают уже сейчас. Давайте для начала поговорим о том, а что вообще такое языковые модели. Ну, вообще говоря, языковые модели можно представить в виде такого черного ящика, куда мы запихиваем каким-то образом кучу-кучу-кучу текстов, а модель языковая после этого способна продолжать текст, генерировать слово за словом и таким образом формировать новый текст. Это несколько грубое приближение, можно его сделать чуть более точным, а именно у нас наш вот этот черный ящик, он предсказывает не слово, а вот некоторое вероятностное распределение по словам. Допустим, как можно продолжить текст Яндекс.Эта, компания технологическая, информационная. Ну, почти наверняка это не фрукт. Ну, можете заметить, что тут внизу вероятность не нулевая, модели не умеют работать с нулевыми вероятностями, и за счет этого способны обучаться. Но, тем не менее, вероятность такая, что такой текст за разумное время никогда не будет сгенерирован. И это про языковые модели, и расскажу немножко о нас, о том вообще, какую роль и чем мы занимаемся в контексте именно языковых моделей. Мы разрабатываем Яндекс.Эта, это семейство гигантских языковых моделей, семейство варьируется от 100 миллионов до 100 миллиардов параметров. При помощи них в Яндексе решаются различные задачи классификации, генерации. И вот некоторые только примеры из них. Это болталка в Алисе. Если вы спросите Алису, давай поболтаем, или новый сценарий появился, давай подумаем, да вам ответят наши модели. Есть история с автоматической генерацией рекламы по сайту. И очень много различных вещей добавлено в поиск при помощи наших моделей. В браузере и в маркете вы могли видеть суммаризацию текстов и отзывов, которые тоже делаются при помощи наших моделей, и показывают на самом деле наилучшее качество из всех возможных суммаризаторов, которые сейчас доступны. И это, если вкратце, о нас. Но давайте я вам расскажу историю вообще, как мы пришли к этому, и почему языковые модели именно такие, какие сейчас. Зачем вообще рассказывать историю? Моя мотивация простая. Я хочу через историю рассказать об основных мотивациях, почему, и основных проблемах, с которыми сталкиваются языковые модели. И мне кажется, что это самый простой способ сделать это. Но, вообще говоря, языковые модели, они, конечно, хайпанули в этом веке, в этом десятилетии, но существуют они довольно давно. И вот пример самой простой языковой модели, которая была изобретена далеко в прошлом веке. Это марковские цепи. В чем суть? Давайте мы возьмем наши тексты и посчитаем по ним статистики всех трех слов, которые идут друг за другом. Допустим, как может продолжаться слово «жадина-говядина». И на основании вот этих статистик мы можем, в случае, если у нас на входе идут слова «жадина-говядина», предсказывать вероятность следующего слова. Например, здесь вероятно слово «соленый» будет порядка 17,5%. Подход на самом деле, ну, он кажется супердубовым. Здесь нет никаких нейронных сетей, никакого искусственного интеллекта, но, тем не менее, он активно использовался до недавних времен, до совсем недавних времен. Именно такие языковые модели использовались в автодополнении на мобильных устройствах. Совсем недавно, вот совсем недавно Яндекс.Лавиатура перешла на небольшие нейронные сети. Почему? Потому что это очень легкий подход, он не требует гигантского количества вычислений, и при этом он работает. Но у такого подхода есть ключевые недостатки. Ну, во-первых, такая модель языковая никогда не генерирует N слов, которые я ни разу не видела, а сейчас нам очень хочется, чтобы модель могла генерировать максимально разнообразный текст. Ну и дополнительный недостаток. Модель знает только о контексте не более чем из N минус одного слова. Это довольно мало. Нам все же хочется, чтобы модель видела весь текст и умела его анализировать целиком. На смену таким подходом в какой-то момент пришли рекуррентные сети. Это сети с повторяющимися внутренними состояниями, которые умеют пережевывать, скажем так, текст или любую входную информацию кусочком за кусочком, и, соответственно, выдавать какой-то итоговый результат. Допустим, мы можем сделать модель таким образом, чтобы до этого состояния она принимала тексты, ну, там, токены или куски текста от X1 до X3, а возвращала X4. Вот будет наша языковая модель. И такой подход даже был достаточно популярен некоторое время, но у него есть тоже свои минусы. Но давайте сразу проговорим про плюсы. Во-первых, мы уже имеем возможность учитывать весь контекст. И на самом деле, по сравнению с текущими методами, генерация очень быстрая. Но есть два существенных недостатка. Такие сети не умеют быстро учиться за счет того, что нужно их уметь исполнять и обучать последовательно. Видеокарты, которые обеспечили на самом деле буст нейронных сетей еще в 2012 году, они цены как раз тем, что можно на них что-то делать параллельно. Ну, и дополнительная проблема в том, что, как бы, с одной стороны, мы можем учитывать весь контекст, но в реальности, в реальности вот эти модели, они на самом деле его все-таки забывают и не способны смотреть максимально далеко. Контекст, который модель может видеть максимум, это 100, 200, 300 токенов. Это не очень много. И ситуация кардинально поменялась в 2017, ну и затем в 2019 году появились трансформеры со статьей Attention to the Unit. Я архитектуру подробно разбирать не буду, можете изучить ее самостоятельно. Ну и после этого появилась GPT-2. Это вот та самая языковая модель на базе вот этих трансформеров. И, что хорошо, они отлично параллелятся на GPU, модель может смотреть бесконечно в контексте, насколько ей это удобно. Появились модели за счет быстрого обучения до миллиарда параметров, и они генерируют уже достаточно неплохой связанный текст. Тогда было сложно понять, как этот текст использовать на самом деле, но тогда уже пошли первые разговоры о том, что могут появляться фейк-ньюсы и в этом духе. Как оказалось в дальнейшем, и это рассматривалось в следующей статье Language Models of Efficient Learners, что увеличение размера модели делает модель намного умнее. И как будто бы размер модели можно расти до бесконечности, и умность модели будет расти. Но самое главное, ну вот видите, в заголовке, в статье, в которой было написано GPT-3, нет ничего про размер модели. Там есть что-то, какой-то загадочный фишер-клёнерс. Самое главное то, что модели научились выполнять явные указания. Ну вот, допустим, вот-вот контекст, вы здесь просто пишете некоторое описание, некоторое описание, некоторый текст, далее задаете вопрос модели, в тексте выше, что означает местоимение его. И модель просто... Тут никакого дообучения не происходит, ничего. Модель просто вот так же продолжает токен за токеном генерировать, и она генерирует мистера Монкриффа, который является правильным ответом на этот вопрос. Без какого-либо дообучения. То есть, ещё раз, поймите масштаб. Раньше нужно было собирать гигантские выборки, сто тысяч примеров, чтобы добиваться такого же качества генерации ответов или для того, чтобы сделать какую-то диалоговую систему. А здесь модель вам просто по вопросу сразу даёт ответ. Это выглядит фантастикой. Кроме того, если мы подскажем модели несколько примеров вопрос-ответ, то модель начинает работать сильно лучше. Ну и вот, собственно, вот этот вот... Эти пары вопрос-ответ — это так называемый фишок. И мы таким образом можем на пяти примерах обучить модель, но при этом не обучая её, просто подавая во вход. Тоже революция на тот момент. И, казалось бы, всё очень круто. Кроме того, у нас при увеличении размера модели... Да, о чём я говорил, при увеличении размера модели явно видно, что и по бичмаркам у нас качество растёт. Явно, чем больше модель, тем лучше качество. И лосы падают. Лосы, если вы не знакомы с этим термином, это некий показатель того, насколько хорошо модель предсказывает текст. Чем меньше это значение, тем лучше. Ну и мы видим, что жёлтая — это самая большая модель, 175 миллиардов параметров, достигает сильно меньших лос. Вот. И да, казалось бы, всё хорошо. Но, как казалось, фишот подход недостаточно хорош для того, чтобы можно было использовать её в продуктовых применениях. По нашему опыту, самый первый раз, когда мы использовали фишот, мы генерировали для различных страниц Википедии, скажем так, описание объектов на этих страницах. Допустим, Кока-Кола. Что это? Это американская компания. Вот. И там была явная такая забавная ситуация, когда для что-то типа водозаборочной станции мы... модель наша предсказала не какое-то конкретное там вот это вот короткое описание, подзаголовок, а задала вопрос, а что это? Вот прям с попросительным знаком в конце, и впрочем у нас некоторое время висела. Это водозаборная станция, что это? Почему это произошло? Потому что модель, она всё ещё приучена продолжать текст токен за токеном, и она в какой-то момент подумала, что ей здесь нужно не отвечать, а продолжать диалог, скажем так. И она увидела что-то странное и продолжила диалог вопросов. И на самом деле это много кого остановило. И в итоге произошло такое, скажем так, разветвление. Произошло две школы. Основные пользователи гигантских языковых моделей, включая нас, пошли в сторону дообучения моделей. Там есть два вида дообучения. Мы можем полностью дообучить модель так же, как мы её учили, а можем обучить частично. Это так называемый ПЕВТ, параметр Efficient Funtune. То есть мы используем только часть параметров или вообще доучиваем какой-то кусочек параметров, которые мы подставляем к нашей модели. И по этому пути пошли практически все, включая нас. Но OpenAI остались верными своим исследованиям, и они поставили перед собой цель обучать модели, которые способны понимать человека с полуслова и выполнять любые его указания. Ну и сначала была статья InstructGPT, про которую много кто не слышал. Потом в конце прошлого года появился чат GPT, который создал гигантский бум, который уже как раз умел отвечать на вопросы пользователей уже с хорошей степенью точности. И этого получилось достичь во многом за счёт привлечения людей в процесс обучения. в качестве таких учителей, тех, кого мы сейчас называем AI-тренером. Ну и весной этого года появился GPT-4, который, скажем так, закрепил результаты за счёт увеличения размера модели, улучшения качества, похоже, обучающего датасета. Они сильно улучшили качество. Ну и если подводите итоги, в итоге SOTA стоит фарт-подходы, это JGPT, GPT-4, это всё то же самое. То есть они точно так же умеют хорошо в ZeroShot и в QShot, но намного лучше и намного более, скажем так, предсказуемо. Они поддерживают диалоговость и могут исправлять своё поведение по ходу, то, что позволяет в некоторых сценариях улучшать качество работы, допустим, при решении каких-то задачек на, ну, вроде лид-код, на алгоритмы. Можно несколько раз попросить улучшить ответ, и итоговый ответ, скорее всего, будет правильным. Ну и да, и, собственно, как я сказал об этом, модели умеют работать с кодом и умеют достигать очень неплохого качества, сопоставимого с одними из самых сильных программистов. Вот. Окей, мы поговорили про то, что такое языковые модели, как они развивались. Давайте мы поговорим о том вообще, как их обучать и дообучать. Ну, вообще говоря, я бы выделил три стадии обучения языковых моделей. Первая, самая тяжёлая громоздкая, это предобучение. Мы показываем модели много-много-много текстов для того, чтобы модель, ну, скажем так, мы накачиваем модель знаниями, навыками, позволяем ей построить представление об реальном мире на основании текста. Затем мы делаем предварительный фонтюн, учим модели решать интересные нам задачи, чтобы она, скажем так, была более подготовлена к той реальности, к которой мы будем использовать. Затем downstream фонтюн мы доучиваем на какую-то конкретную задачу. Под каждую задачу у нас такой фонтюн свой. Ну, и есть там, соответственно, два различных сетапа, которые мы разделяем. Это high resource и low resource, когда у нас очень много примеров обучения или очень мало, вплоть до 50. Модели умеют выжимать хорошее качество, спустя на 50 примеров. Ну, или альтернативный путь, который открыл ChatGPT, это alignment плюс RL. Мы учим модель с помощью вот этих вот AI-тренеров выполнять произвольные инструкции с максимальной степенью точности и усилен таким образом ZeroShot. Если вы вдруг в какой-то момент решили обучить свою гигантскую языковую модель, то я бы вам посоветовал не делать этого. Для понимания, на обучение языковой модели нужно очень много GPU-дений. Самое большое обучение у нас занимало 112 тысяч дней наших видеокарт. Это серверные видеокарты A100. Это не самые мощные на данный момент, но все еще очень мощные и сильно выигрывающие у игровых по мощности видеокарты. Это очень много. Нужно очень много данных. Для обучения 7 миллиардов моделей просто минимум это 2 терабайта чистых данных. На самом деле нужно гораздо больше для достижения хорошего качества. Ну и за каждое увеличение количества данных в 2 раза нам нужно... Точнее, за каждое увеличение параметров в 2 раза нам нужно увеличивать количество данных в 2 раза. Ну 2 терабайта это действительно очень много. И что самое неприятное, если вы улучшите большие модели, кое-скольких это большие, больше 1 миллиарда, то они начинают обладать очень приятным свойством. Они начинают расходиться с какой-то вероятностью. Ну и вот вы справа можете видеть вот этот график обучения, лосса с начала до вот этого странного роста. Прошла где-то неделя, как мы видим, там график падает, вроде как все приятно, это именно то, что должно происходить, а в какой-то момент он резко растет, и вот этот резкий рост — это смерть модели. Больше с ней уже ничего сделать нельзя. И как мы выяснили в процессе долгих исследований, эта смерть, она... Ей предшествует длительная болезнь, которая может начаться в 25-тысячной итерации или 25-тысячной итерации. Ну то есть этот процесс очень тяжелый, и мы на самом деле очень много времени потратили на то, чтобы победить вот все эти расхождения. Мы с этим справились, но я бы не советовал начинать эту историю кому-то делать с нуля. Но тем не менее, если вам очень интересно погрузиться, у нас есть такие материалы. Во-первых, мы на Хабре писали статью о том, как мы обучили 100-миллиардную модель. Не скажу, что это сейчас самая лучшая модель, которую мы обучили, но тем не менее, это действительно мощная модель, которую достаточно сложно обучить. И кроме того, я на DataFest в 2022 году выступал с докладом про проблемы приготовления больших моделей, и там я рассказывал обо всем. О том же самом, ну может быть, в больших деталях. Вот. И... Окей, мы разобрались с предобучением. Давайте поговорим про предварительный фонтюн. Зачем он вообще нужен? Модели учатся генерировать токен за токеном, а нам это не нужно. Нам нужно решать задачи вида вот тебе какой-то X и сделай из этого Y. Ну и кроме того, нам хотелось бы, чтобы модель была знакома с продуктами Яндекса. А такой фонтюн в итоге улучшает среднее качество на всех наших моделях, на всех наших бичмарках, и особенно в сетапе, когда у нас совсем мало данных. И на задачах low-resource мы получили буст в 7% пунктах, на high-resource 2% пунктах. Для понимания, ну скажем так, может быть, кому-то покажется, что эти числа не очень большие, но если мы говорим про поиск или про рекламу, конверсия, рост конверсии там на 0,1% пункта превращается в очень-очень большие деньги, и за это реально люди бьются за каждую долю процентного пункта. Если наши модели способны на это повлиять, а не способны в итоге повлиять на конверсию, то это уже хорошо. Далее идет downstream fontune. Ну и здесь некие такие рецепты, которые вы можете использовать для обучения своих моделей. Если у вас много данных, то лучше обучать модель полностью с не очень большим learning rate. Learning rate — это скорость обучения модели, один из гиперпараметров. И если у вас данных достаточно мало, то лучше всего использовать адаптеры. Сейчас адаптеров великое множество, но вот некоторые здесь перечислю. Это PromTuning V1, V2, это LoRa. На самом деле это уже даже не самые топовые адаптеры. Можете поизучать статьи и ознакомиться с этой темой поподробнее. И конкретно про PromTuning мы тоже писали. Если вкратце, схема, идея такая, что вот у нас есть ZeroShot подводка, которая ведет себя непредсказуемым образом, а давайте мы ее сделаем, скажем так, непрерывной и попытаемся ее подобрать обычным градиентным спуском. И оказывается, что такой подход отлично работает, особенно когда у вас данных мало. Ну и дополнительно, как я говорил, есть четвертый подход, который может идти сразу после притрейда. Это Alignment плюс RL. Здесь я взял картинку из статьи про Instruct GPT, который предшествовал чат GPT. Там используются одни и те же подходы, вопрос только в ресурсах, в масштабах ресурсов. Ну и если вкратце, идея такая. Сначала мы просим людей написать нам какое-то количество, достаточно большое задачи, которые мы хотим, чтобы модель умела решать. А также собираем их из каких-либо логов пользователей. Ну, с OpenIA это было достаточно просто. Они привлекли к себе действительно колоссальное количество запросов и могли использовать реальные запросы реальных пользователей. Далее вот эти EA-тренеры пишут хорошие, подробные и правильные ответы на эти вопросы. И на них мы дообучаем нашу модель. Точно так же, как мы это делали в предварительном фунтюне. Затем второй шаг. Мы генерируем нашу полученную модель для новой пачки вопросов различные варианты ответов, показанных нашим EA-тренером и просим сказать, а какой ответ лучше, а какой ответ хуже. И далее учим нашу модель таким образом, чтобы она возвращала для каждого ответа по вопросу скорб, ну и чтобы этот скорб был больше для хороших ответов и был меньше для плохих. Ну и затем при помощи стратегии reinforcement learning, именно ППО, мы обучаем нашу модель так, чтобы она всегда возвращала ответы, которые наша модель, скажем так, ценит больше. Это не стей-то хард-подход на данный момент, но тем не менее он достаточно мощный и без него зачастую нельзя. И за счет этого подхода собственно усиливается и диалоговый чат-жи-пяти и умность ответов. Ну и вообще можно понять, что у нас, если мы просто учим модель на каких-то текстах, то ее процесс обучения сильно отличается от человека, потому что человек во время обучения он взаимодействует и с учителем, который может его подправить, и с другими людьми, которые могут подправить его ложные рассуждения во время диалогов или какие-то некорректные высказывания. И вот здесь то же самое. Мы добавляем учителей в процесс и тем самым скрываем вот эту дырку, которую мы не могли заполнить во время обучения просто на большом количестве текстов. Ну и если вкратце, какие выводы можно сделать из этого узкого доклада. Предобучение это сложно и дорого, этим не очень советую заниматься, если у вас нет гигантского количества ресурсов. Предварительный фантюн сильно улучшает качество модели на даунстрим задачах, ну и в итоге вы можете вашу модель зафантюнить полностью или частично на любые производные задачи. Кстати, alignment плюс RL можно рассматривать как вариант предварительного фантюна, и такие же модели тоже можно учить на даунстриме, но единственное, что на практике это не дает какого-то сильного выигрыша, так что такой подход используется достаточно ринк. Вот, давайте поговорим о том, а как же вы можете сами сейчас, я не знаю, после доклада взять и попытаться решить вашу задачу при помощи языковых моделей. Хорошая новость, языковые модели вообще говорят достаточно открыты, и есть, вот, я тут перечислил открытые API-сервисы, если вам интересны модели на английском языке, вы можете не бесплатно, но тем не менее за относительно недорого воспользоваться моделями OpenAI, как раз имеется GPT 3.5, которая, ну, на самом деле GPT 3.5 Turbo, достаточно легковесная дешевая модель, она при этом достаточно умная, чат-GPT, GPT 4. Модели отлично умеют на английском языке, и вы можете при помощи них решать свои задачи как раз через вот эти взоршот-фишот подводки. Есть также конкуренты OpenAI, несколько конкурентов, из которых наиболее выдающиеся на данный момент это Anthropic, тоже можете поизучать, у них тоже есть в API. Наши модели доступны, в Яндекс Клауде, можете поискать и тоже заиспользовать. Более того, есть много режимов использования этих моделей, в том числе тех, которых нет OpenAI. Если вы хотите запустить какую-то модель прямо у себя, то там конечно картинка немного не такая прозрачная и веселая, но тем не менее появилось совсем недавно семейство моделей Lama2 и Lama2 Chat. Это семейство сильных англоязычных моделей. Ну и кроме того, Lama2 Chat это вот именно Заланин и Lama2 модели с RL и они эти семейства действительно очень очень сильные на любой размер от 7 миллиардов параметров до 70 и они показывают очень неплохое качество сравнений с моделями Chat JPD. Есть при этом при этом один нюанс модели абсолютно не умеют русский язык никак они достаточно неплохие ну то есть они действительно хорошие в английском но видно что при обучении из них буквально выпилили все остальные языки видимо для того чтобы модели хорошо справлялись именно с английским есть варианты мультиязычных моделей Bloom и Bloom Z тоже одно семейство моделей умеют и в русский и в испанский и в арабский и в целую кучу других языков можете попробовать и пообучать именно их есть еще большое количество моделей о которых я не рассказал но заходите на HagenFace и я думаю вы можете достаточно легко с ними ознакомиться для понимания если вы хотите просто продолжить текст то вот код который вы можете запустить этот код вы можете увидеть в HagenFace на странице модели GPTJ и что здесь происходит мы подаем модели некий промпт пропускаем его через некий токенайзер далее говорим model generate и соответственно получаем в итоге наш текст если вы хотите сделать фьюшот или зерушот вы можете сюда написать вот собственно вот эту вот фьюшот подводку и попросить модели решить вашу задачу как видите это очень просто если вы хотите зафантюни модель там нужно чуть-чуть попотеть но тем не менее это то с чем справляются очень-очень многие языковые модели таким образом вы можете использовать прямо сейчас используя модели которые выложены на Hagenface вот это то что касается использования моделей но давайте поговорим а что дальше ну вообще говоря для языковых моделей пришли появляются такие вызовы с ростом языковых моделей оказывается что нужно больше данных сильно больше данных чем реально можно найти в интернете ну для понимания в интернете конечно петабайты данных это сильно больше чем сейчас используется в обучении но очень много синтезированных данных дублей трэша данные которые очень объективны которых не хотелось бы показывать модели и после чистки данных остается максимум десятки терабайтов для гигантских моделей это уже не очень много отдельные вопросы стоят вокруг этичности и безопасности ну ладно про терминатор я наверное здесь преувеличил в том плане что человекоподобных роботов вы не увидите там на самом деле если мы с мозгами достаточно хорошо идем в такт времени то с железом с манипуляторами все гораздо сложнее они гораздо дороже и гораздо их сложнее выпускать ну и аккумуляторов столько не держат вот но при этом существуют самые различные сценарии того как можно злоупотреблять языковыми моделями типа распространения пропаганды даже есть прецеденты когда языковые модели когда им давали возможность через API списываться с людьми и они при выполнении каких-то указаний обманывали людей убеждали их делать то что им нужно то есть технически технически если мы выпускаем языковые модели в интернет даем ручки у них есть власть достаточная для того чтобы управлять реальностью и это уже немножко жутковато почему сейчас собственно США в Европе задумывается о том чтобы лицензировать языковые модели и не давать просто так обучать гигантские модели не контролируем да быстрая дешевая генерация ответов чем больше языковые модели тем сложнее их запускать в проде и тем дороже на самом деле речь идет о том что за каждый ответ вам нужно уже платить по несколько центов и это очень дорого ну и да мультимодерльность мультиязычность также взаимодействие с реальным миром умение доучиваться на у реальных учителей но вот не так как сейчас это делается вот буквально вы садите человека и модели он сразу и модели навсегда понимают что человек модели сказал это все-таки вызовы которые предстоит решить в течение ближайших наверное двух-трех лет и работы во всех направлениях которые озвучила на идет но кроме того есть вызовы и для пользователей языковых моделей на данный момент доверие к современному и сильно ниже чем оно того заслуживает непонятно кто несет ответственность за ошибки ну вы можете видеть эта история с этой историей сталкивались автопилоты сейчас с автономными автомобилями та же самая ситуация что непонятно в случае аварии кто несет ответственность и это достаточно большая проблема и если кто-то внедряет искусственный интеллект в свои процессы если модель систематически ошибается ее подкорректировать не всегда понятно как ее подкорректировать если этот процесс управляется недостаточно хорошо кроме того многие не понимают а что именно можно сделать современными языковыми моделями а сейчас можно сделать очень много но фактически любую задачу которую вы можете сформулировать текстом и которую модель может решить текстом она так или иначе уже почти способна решать с различными плагинами добавками с возможностью ходить в поиск или API возможности языковых моделей становятся огромными ну и да близится время когда искусственный интеллект действительно способен заменить действительно будет способен заменить людей на их места и вот вопрос у многих возникает вопрос что же делать даже даже такая область как программирование оказывается сейчас в зоне риска ответ на самом деле простой и сложно одновременно если вы не хотите чтобы вас заменили будьте теми кто заменит тех кто будет отставать от реальности научитесь использовать искусственный интеллект как систему которая вам поможет решать ваши задачи быстрее и эффективнее чем ваши коллеги и тогда именно вы будете творить будущее а не будущее буду творить завтра вот ну окей какие выводы я могу сделать большие языковые модели есть они уже доступны для всех они позволяют решать абсолютно новые классы задач которые не решались ранее ну и будьте на готове языковые модели развиваются с огромной скоростью и скоро будут влиять на все новые и новые аспекты нашей жизни на этом у меня все спасибо вам большое за внимание я готов ответить на ваши вопросы да спасибо большое Миша за рассказ мне позабавило настроение под конец такое знаешь предсказание скайнета генезиса и прочее вот и посыл не можешь остановить возглавь тоже был довольно понятен но смотри как тебе кажется да у нас есть какое-то количество вопросов в чате мы сейчас на них постараемся начать ответить который успеем я хотел так немножко просто продолжение последней темы как тебе кажется какие области наиболее такие понятные для применения генеративок лэмок сейчас ну все что касается конечно же текстов самый различный анализ в первую очередь копирайтинг конечно же различные работа работа с юридическими текстами автоматизация работа с юридическими текстами массовый анализ информации новостей в том числе для различных скорингов в банках ну вот я скажем так перечислил некоторые области которые мне пришли первую голову ну и то что мы сейчас видим то что модели отлично справляются с многими задачами по программированию это как раз использование языковых моделей как помощников уже есть именно ассистентов в плане программирования модели уже способны расшифровывать код который вам непонятен с достаточно хорошей степенью точности они не способны вам решать задачи дописывать код который сразу идет с документацией вы все знаете слышали наверное о байке про то что вот короче как работает разработчик обычно написал код за час отлаживал два часа использовал чаджи пяти написал код за две минуты отлаживал восемь часов но документированный код он во-первых помогает во-вторых можно просить модели саму поискать ошибки в этом коде и зачастую это позволяет очень за несколько итераций сильно улучшить качество кода и решение вот ну суммируя это различные именно профессии которые очень тесно связаны с текстами копирайтеры журналисты все что касается текстового скоринга юристы и конечно же собственно мы сами разработчики программисты тоже можем сильно себя ускорить да спасибо миш не знаю это мое личное какое-то может замечание миша тоже проговаривал в презентации что одна из очень интересных особенностей этих сегенеративок что они очень красиво обманывают они суперски обманывают да на самом деле очень круто что ты об этом сказал мы нанимаем я и тренеров которые нам помогают делать разметку и оценивать наши модели и это люди это люди с очень высокой степени компетенции почему потому что языковая модель обманывает так что я не знаю если сильно не вчитываться не проверять каждое ее слово то можно и не понять что она вас обманула это удивительно на самом деле насколько хорошо они лгут сейчас да это я хотел немножко так добавить что по сути навык работы с этой сетью заключается во многом развитие этого навыка по работе с этой сетью во многом заключается в том чтобы во первых заставить ее написать то что вам нужно в правильном формате правильной как бы правильную инструкцию написать по сути для сети а с другой стороны проверить что она это сделала так как вы хотели и не наврала по пути вот в общем навыки которые нужны давайте вопросы с чата начнем Миш как ты считаешь какой подход лучше фонтюн или alignment плюс rl инструкт фонтюнинг или alignment плюс rl как интересно но смотрите у элемента плюс rl есть сейчас alignment плюс rl на самом деле что-то типа инструкт фонтюнинг плюс rl вот то есть явно мы добавили что-то еще и что-то должно было поменяться и тогда вопрос вводится к тому почему rl хорош rl хорош на самом деле тем что он позволяет модели самой оценивать себя и уменьшить таким образом уменьшать количество так называемых галлюцинаций тех ситуаций когда она действительно придет и придумывает что-то на ходу как по нашим ощущениям и по не знаю различным выступлениям ребята из open я это работает работает это примерно так модель на самом деле при генерации все-таки знает что она где-то что-то выдумывает ну вероятно это не 100% но с большой степень уверенности можно сказать так и если мы учим модель штрафуем модель за то что она где-то выдумывает то она способна скажем так вот этот вот рычажок выдумывания у себя перекрыть и в этом плане rl сильно помогает вот ну и в целом есть возможность подкорректировать модель там где она где-то что-то недопоняла где-то не до конца понимает инструкцию или даже на каком-то принципиально новом срезе инструкции которые она не видела в instruction да я надеюсь я ответил на вопрос да вроде звучит да причем по-моему даже немножко на второй про то как мы боремся с галлюцинациями что по сути как раз rl как раз та самая серебряная пуля которая должна это помогать делать я вижу довольно много технических вопросов про модельки виды того почему они там могут разваливаться и так далее честно давайте наверное их лучше обсудим на дискуссии потому что как бы хочется чтобы тут мы пока обсудили скорее такие большие концептуальные вещи а прикольные прикольные мелочи уже дискуссия большое спасибо за внимание миш спасибо за доклад да спасибо большое приходите на дискуссию и там можем все обсудить спасибо пока пока